ща будет мясо я тренирую это потому-то потому-то оказывается заднюю дельту как тяжело качай братан да я могу немножечко знаете как не можешь могу не могу и сейчас делаю что-то мне кажется кто-то нарывается сексом занимаешься ты хочешь отдыхать даже голова не может совладать с этой мышечной массой я так до сих пор не чем мы занимаемся я каждый раз папа пытался спорить но он оказался прав вот такая вот петрушка высокие стандарты поставленные тобой вчера становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня продукция генетик клаб создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности хасп и и со генетик клаб когда ваш результат дорогие друзья для всех тех кто следит за своим здоровьем и старается мониторить свои анализы я бы хотел порекомендовать приложение которое дает вам от 30 до 40 процентов скидку если вы сдаете в клиниках партнеров с этим приложением клиники гематест helix также добавится скоро инвитро и еще по моему какая-то клиника в общем все обновления за всеми обновлениями вы сможете следить в самом приложении что вам нужно сделать скачать вот это приложение выглядит она вот так просто зарегистрироваться и в кабинете вам уже начислить пять тысяч бонусных баллов этими баллами вы сможете оплачивать до 30 процентов вашего заказа что вам нужно сделать вам нужно выбрать необходимые вам анализы нужно выбрать ближайшую для вас клинику и все оплатить анализы через кабинет пойти на следующий день сдать в любое удобное для вас время и все вот вам скидочка мелочь а приятно на самом деле чекапы стоят и по 3 по 5 по 7 по 10 тысяч рублей и минус 30 процентов с этих анализов очень приятный бонус для вас на тестостерончик там еще на что-нибудь в общем приходите проходите по ссылочке скачивайте приложение и экономьте на анализ всем привет вообще всем привет ромчик пришел говорит сегодня дельты качаем и по поводу не по поводу поболтать все не по поводу тренировки хорошо разносить крупную можно спрашиваю задаю вопрос сейчас что тренировать но у меня обычно туда-сюда уже хочется разнести как это у меня обычно 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 быть четко по факту тренировка сегодня выстроилась вот так я тренирую это потому-то потому-то вообще все хорошо было сначала по теории погоняя его а потом на практику пойдем я всегда начинаю с задней дельтовидной всегда потому что везде пишут что она у всех отстает кстати сегодня с нами со мной в паре тренируется лег полиенг вот мы с ним выступали вместе на одной сцене в девятнадцатом году у него в целом с плечами проблем нет я не знаю зачем это его инициатива была сегодня плечи по 3 я хотел сделать он на адреналине он сегодня боится поэтому давай поднимем задние дельты отстает как и отстает задний дельты мне кажется что средний даже больше отстает чем задний а все пишут что задние говорят что передние доминируют на это понятно я не доминирую это ввиду вот давай хорошо задний дельт начинаешь дальше и чередую упражнения задние среднем заднем среднем и чередую тягивая на заднюю тягивая к примеру на средний маховая на заднюю махова на средний иногда и даже очень часто используем супер серии либо средняя за средняя задняя супер серии либо задняя задняя в супе все мы кстати когда с вами ролик снимали вот это супер серия где с канатом и сразу в наклоне мах прям смотрим так у тебя постоянно чередуешь да тебе понравится дома ну ты же дома хозяйству да тебе понравится например одновременно пыль вытирать одну полку протер пошел пропылесосил полку протер пропылесосил нормально ну типа не а сначала были продумыша дельце понравится не знаю мне нравится молчит это мой принцип ты знаешь точечно попадать можно такие тренировки чтобы как разновидности до разбавить пробежаться круговые тренировки принципе есть но если мы точно бьем давай все-таки отдельно задние задние средние среди причем более того средний же она такая обширная да в зависимости того как ты повернешь ему с тобой тогда уже проходить на кончик на кончик туда на кончик вперед она может среднее варьироваться к задней среди можно варьироваться в передней так вот в своем случае я думаю что мы акцент делаем на заднюю а средний дел акцент чтобы она ближе к задней было вот таким образом я думаю что поступит типа я могу немножечко знаете как не можешь могу не могу и сейчас делаю вот слушайте я могу аргументировать почему я так делаю чередую ну типа первое упражнение когда делаю на заднюю когда делаю среднюю я даю немножко задний отдохнуть чтобы третье упражнение когда на заднюю опять было с более там больше когда сексом занимаешься приходишь отдыхать до типа ну у меня 33 по 33 подхода по три минуты ладно давай начнем но сегодня это вообще мы пришли не за тем как мы тренируемся в составную гимнастику народ народ от делал молодец духа сделал уже мне всегда нравилось вот этого движения о чем разминаем здесь ну типа как это вот это я понимаю а вот это это надо с резиночками дела у меня даже на дискотеке танцуют танцуют ну как вот так да 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 ботаники дает тетки еще в руках малиновый пиджак сильно сильно заворачивать заворачивал вот да и полное движение вперед за вперед не очень часто на видео пишут типа вот рома до тренировок с александром чем вообще типа 10 лет занимался думать тренировался все это время тренировался активно пактим то есть динамика разминки особенно плеч и суставов она должна сопровождаться такой легко испаренный на самом деле вот это будет нормально ты не закачиваю ты больше ротационное движение делать одну другую руку ну хоть это когда-то я до хоть когда-то я буду делать разминку тоже хотел сегодня не поболтать сюда пока двумя руками двумя руками двумя сразу быстрее в обратную сторону противоход это как другую руку про нам не поднять надо вот помнишь у нас движение должно быть у лока должен вот вот все во чем меньше будет плеча подниматься тем больше не сейчас заняты вот ну вот против и конца не выпрямляя не получала он до себя о о выше 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 те мы руки не должны болтаться здесь всегда держим напряжение еще два хорош меньше плечи смотри на себя в зеркало у тебя плечо должно опускаться вниз а локоть вверх вот как короче движение короче на задней дельте держим не мах а заднюю дельту прожимай по плечи вниз локти вверх вот такое движение должно плечо вниз послышь меня пожалуйста если ты плечо подаешь назад у нас очень большая нагрузка здесь ограничь ход не надо его поднимать высоко пускай он будет сначала маленький но на заднюю дельте они за счет лопатки и трапеции внизу не дай обратно замах-замах-замах-замах еще еще заходит смотри не сутулься сама движет в этом положении у тебя движение такое все локоть назад а плечо как бы вперед вот 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 но если она будет у тебя внизу болтаться но будет расслабляться поэтому чуть-чуть на руку здесь держим из этого положения вода пускай она будет коротенькая сначала но нащупать мои руки не будет лежать и сразу почувствуешь так чтобы жесткая жесткость была отлично вот лучше не торопись не торопись медленно подконтрольно держи напряжение вот так вот огонь вот руку вот сюда вот прямой вы выбрали сюда вот 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 так еще два еще раз молодец не подрывает вниз проповедает напряжение внизу что-то не так вот так вот вот чуть-чуть в сторону не просто тягу а чуть в стороны вот молодец еще выше давайте а теперь закидывать 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 вниз не бросай еще и еще не торопись не торопись но плавнее еще очень много 7 зажим предыдущий был лучше вот голову приподними и вверх вот вот смотри вот-вот-вот который голову во и стороны руки еще раз малочек оказывается заднюю дельту как тяжело качай брат она вроде нормально чувствуешь нормально чуть-чуть побольше отдохни да больше потому что разов повторений хватает чуть побольше сейчас вот мы темп немножко слишком быстро начали чуть-чуть паузу чуть-чуть но не сильно чтобы не спить чаще хочешь хорошо получается очень очень если когда вниз не бросай да я прямо придерживаю прям пропадает оттуда а когда держишь просто огонь а вот лучше вот так придерживаю низ вот здорово руки до конца прямую руку не выпрямляется но бросай пустыми руками доделай прожми выше 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 если бросает от контроля еще 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 два раза раз когда концентрируется ну с пустыми руками и сократно сокращение да 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 конечно пока александр мучает алексея по поводу плеч мы сегодня тренируем дельты я бы хотел вам порекомендовать youtube канал своего друга близкого достаточно своего единомышленника вот тренера чемпионов самого знаменитого тренера категории мэнс физик александра кермина все ссылочки на его соцсети будут в описании к ролику он только начинает развивать свой канал он пили достаточно качественный контент он рассказывает про своих спортсменов он выкладывает видео с различных турниров александр чтобы понимали и его команда это топ-5 на каждых турнирах то есть его спортсмены у него очень много чемпионов у него безумное количество медалей тренера чемпионов он очень грамотный специалист и он показывает как они это делают изнутри снаружи все в общем достаточно интересный контент дорогие друзья переходите пожалуйста по ссылочке подписывайтесь на его канал создавайте активность поддерживаете его ну потому что мы без вашей поддержки грубо говоря никто мы снимаем этот контент специально для вас поэтому дорогие друзья поддержите сашку вот сашка тебе огромный респект и удачи в развитии чуть плечики вниз еще вот а а молодец молодец вниз узко не своди бросай гантели без гантели дорабатывали не прожимаешь 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 заднюю дельту заднюю дельту прожимать движение такое вот так но еще три раз два молодец промышь по ощущениям нужно понять мы еще одно упражнение будем на него делать до однозначно да да тогда предлагаю немножко потянуть еще берем да она прям вот такая нормально она прям у меня и средний опыт захватил ближе чаще ощущаю нормально сейчас еще всю среднюю будем еще тащить чтобы на вот в эту вот сюда на девать поехали ручь сюда не стоп ставь поставь хочется попробуй снизу то же самое наклониться чуть-чуть наконишься да вперед не отводи назад растягивать в стороны а руки а руки попробую вот вовнутрь будет вот так оттям а я халю сенька а в горзат назад 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 еще раз еще один молодец ну чё хуя вот это я все великолепно но попадает по ощущениям сокращением задней дельта виде с нижнего блока лучше чем лучшего я пойду тебя на что делать я убрал эту историю да сразу же в твоем случае дача полейте посмотрим подождите все индивидуально да кто-то можно отсюда тащить вытягивать у него всегда тащил оттуда видишь пытаясь учиться чувства вот смотри трапеции сильно двигается помнишь король да только локти то а давай сверху попробуем тебе комфорт не так а у него подруга давай давайте подожди подожди тебе веса здесь мало веса поставь побольше еще 2 плюс а может быть дорог а потом следующий раз попробуем снизу тоже вот эти места расслабь вот вот так вот локтями разобраться через этого джок работаем 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 еще сильнее дотягив назад сильнее назад в три раз два молодец не физиологически вот нравится ходат сверху ромки почему-то снизу а здесь не интересно все равно по-другому просто до про спиной тяще Понимаешь, если сможешь сейчас убрать вот это напряжение здесь, то будем снизу так же тянуть. Руки до пряменькания не выпрямляет. Помнишь, кисти вовнутрь, как мы его выворачиваем? Вот так. Лучше так или нет? Сейчас. Высюда. 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 Два раза. Еще раз. Малочка. Ах, фигня. Нормально. Нету чувство жжения, она уже такая прям наполненная. И тяжело очень в самом начале упражнения прочувствую. А после где-то седьмого, уже восьмого упражнения... В итоге помогает тебе хорошо когда-то дотягиваем туда дальше? Да. Нормально? Все, знаешь, помогает. Окей. И вот теперь смотри, где хватит. Еще один подходик или еще два? То есть мы сделали сейчас два. Вот еще один? Ну, еще один однозначно, да. А вот после него будет понятно. Но мне кажется, спокойно нужно два еще будет сделать. Вот понимаешь, сверху затянешь, вот здесь не цепляет так сильно у тебя. То есть ты больше тебе широчайший, ну вот лопатками. Ром, как-то он группируется так, у него на заднюю дельту получается. А вот здесь у тебя лучше получается. Вот. Есть разница? Угу. Большая. Вот, вот видишь? Во. Безрывка, безрывка натягивает. Во. И тоже чуть-чуть там не хватает дотянуть. Я тебя в конце буду... Вот, вот здорово. Чувствуешь? Угу. Вот, здорово. Молодчик, Лех. Зашибись. Обратно не кидай. Держи под контролем все. Еще, 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 еще. Еще два раза. Еще раз. Молодчик. Что-то мне кажется, кто-то, блядь, нарывается. Он бросил. Что-то Леха, что-то Леха говорит, адреналинщик, походу, делал бы. Только похват. Смотри, как комфортно. Оставь так. Если во внутрь, то... Не лопатками. Вверху-то хоп, пауза и вниз. Не нажимай в трапецию. Сюда вниз. Вот так. И тащи. Во. 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 И еще два раза. Тоже попадай. Блядь. Ты хоть тут тренируешься. С Бажановым много комментариев было. Под роликами. Я так до сих пор не понял, чем мы занимались тогда. Кошмары сняться, да? Что, блядь. До сих пор не упаять. Столько матов вылилась, блядь. Да. Нахуй будет вы ее позвали, вообще его. Молодец. Здорово. Я вообще классно. Даже дотягиваешь. Здорово. Очень здорово. Ого. Ого. Ага. Монотоний, монотоний. Дотягивай. Давай-давай-давай. Давай еще. Еще. Три. Раз. Два. Малочек. Хорош? Ого. Прямо. Ого. Видишь по накатыванный темп, наворачиваешь, наворачиваешь, но потом тебе самому так не сделать, я тебе не позволю читинг делать, я тебе сильно начинаю накидывать, 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 накидывать. Обрати внимание, да, вот одно и то же упражнение, мы вам по-разному приходится делать. Ему эти тренировки зашли, он потренировался и нагрузился больше, чем я на самом деле. По нему не скажешь. Ром, давай так, он растет по отношению к кому? К себе. По отношению с кем сравнивать, по отношению того, где ты растешь. Если это мышечная масса, это только, понимаешь, это ни о чем. Ее же еще нужно уметь показать, то, о чем мы с тобой говорили, понимаешь, преподнести. Да, ну то, что мясо большое, ну да, хорошо. А что дальше-то? А если в голове, знаешь, даже голова не может совладать с этой мышечной массой. Когда гармонии это нету, блядь, ну это, это, это... Ну, на осень, ребят, Денис Бажанов готовится на осенний соревновательный сезон. Мы с ним поговорили по поводу этих двух видео. Он сказал, что он был гостем, и ему было неудобно с Александром спорить, и он просто делал все, что говорит ему Александр. Я говорю, ну и долбоеб, потому что нужно было вести что-то свое, говорить, подсказывать, вот. Поэтому как-то... Поэтому, понимаешь, не надо сюда приходить для того, чтобы там спорить. Если человек приходит, это, наверное, знаешь, какой-то надо быть заинтересованным. А прийти что-то оспаривать, нет. Если ты можешь аргументированно сделать, то да. Да, я про это говорю. Аргументов в данной ситуации были какие-то моменты, но я обычный, ну когда-то так-то, почему? Давай посмотрим. Если ты покажешь технику движения, при которой тебе лучше работать, я что, дебил, что ли? Да, конечно, если здесь в данной ситуации, мы же совместно, а там, блядь, от него обратной связи, хер дождешься, блядь. Поэтому занимаешься... Сделал подход, развернулся и пошел. Хер поймешь, чего, понимаешь. Ну ты скажи, я не чувствую, может быть, по-другому. Это же диалог, я всегда говорю, тренировочный процесс, это не то, что, как я сказал, надо делать. Да, да. Мы же сейчас в данной ситуации, да, вот тренировка идет, да, мы чем занимаемся? Лучше, лучше, да, все, давай так, 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 так. Мы посмотрели, покопали. Катя, раз, процесс, процесс, процесс. А я говорю, я не хотел спорить, да пошел ты в жопу, блядь. Не отспорить. Ничего мне спорить, понимаешь, я в этой жизни уже 30 лет в этом зале, понимаю, что мне спорить. Я каждый раз папа пытался спорить, но он оказался прав, понимаешь. Потому что все было на чувстве. Чувства же мои были. И по факту, я понимаю, да, чувства. Мне не хотелось просто это делать, потому что это было сложно. Мне из зоны комфорта постоянно вышвыривали. Из-за этого был прогресс. Абсолютно правильно. А если он хочет находиться в зоне комфортной, ему так комфортнее, как он говорит, понимаешь. Ну, тогда дело комфортно. Тогда и вся жизнь будет комфортной. Но это причем не только тренировочного процесса. Что, среднюю? Да. Только сначала жмем. Сейчас будет мясо. Пробуем? Пробуем. Под скамейки посмотри, как комфортно. Вот так. Чуть быстрее. И плечиками выдавливаю. Во. Плечики вверх. Во. Без рывка. Ром. Плавнее. Во. Чуть быстрее. Во. Плавно, но быстрее. Еще быстрее. Было. Снизу. Срава подрыв был. Плавнее начинает. Во. Здорово. Плавнее начинает снизу. Во. Плавнее начинает снизу. Отлично. Во. Быстрее. Разгоняйся. Еще пять раз. Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Заебись разминка. Чуть-чуть избыточно локти. Чуть-чуть избыточно. Перебор будет. Туда. Да. Когда вывожу. Чуть-чуть. Вот импульс правильный, но много ты. Много все. Смотри. Хват мы берем таким образом, чтобы предплечье у нас была всегда перпендикулярно пола. И вот здесь такой хват. За голову. Теперь не внизу они остаются, а ты старайся еще выворачивай и локти чуть-чуть вверх вот сюда. И плечи приподнимай вверх. Во. Представим, что на всей протяженности вот штанги стоят стаканчики наполненные до конца воды. Они не должны пролиться от резких движений. Все плавнее. Теперь ускоряйся, но плавно. Вот. Здорово. Плавь быстрее. Вверху выдох. Без рывка снизу. Переход с позитивным на негативный. С негативным на позитивный должен быть плавным. И не останавливайся. И равномерный ход, как поршень. Во. А кто будет плечкой? Конечно. Вот так. Во. И вверх плечи приподнимай. Во. Сильнее плечи вверх. Выдавливай. Выдавливаешь плечом, а не рукой. Во. Во. Без рывка, без рывка. Алло. Без рывка. Пять раз. Раз. Два. Три. Четыре. Без рывка. Еще раз. Молодчик. Ставь. Ромыч, поехали. Переходы, да, с негативно-позитивным, с позитивно-негативным. Плавные должны быть. Среднее движение может быть ускоряться, но плавно. Плавно. Вверху выдох. Во. Чуть быстрее. Отлично. Да. И до прямых рук почти. Вверх. Во. На плечи припаде? Плечами дави. Еще. Не трапеция, а плечами выдавливаешь. Через сторону. Еще. Локти вперед не водил. Еще. Во. Еще. еще два есть нормально все я имею ввиду суставов вообще все вообще все вот сустав вообще не чувствую все строго на дельтах абсолютно все в каждом участке все вот четко и так снова помогаю тебе за локти комфортно или лучше за штангу помогает мне за локти вообще в принципе комфортно ждем комментарии по поводу жимы за головой насколько это травмоопасно прошла мое главное чтобы за выполнять вытаскивать а как бы через торт и сажим такую импульсивно ровно и потом ты куда да потому что ты приподнимаешь плеча если будешь ровно жать передненькая а мы таким образом чтобы хочет средний выдавить почему так и чувствуешь понимаешь когда эти блоки ложу да именно импульс такой очень хорошо с гирями жать когда гиря здесь висит ты гирю подавляешь локтем центр тяжести по физике и здесь мы имитацию так уже делаем поэтому так и чувствуешь и нельзя просто строго жать тебе нужно приподнимать их буквально чуть-чуть но не за счет трапеции а за счет плеча разграничить давай мужик сейчас весом будет поинтереснее кисти кисти я хочу чтобы у тебя вот упор был не завернуты а ровно вот сейчас будучи пиздец смотри разница сколько вот локти вперед не вообще не уходит локти вперед не уводи отлично вот вот сейчас пошло вот молодец о коротенький вниз 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 лёха бля вот работаем работы еще еще без рывка без рывка еще молочек еще работает еще два раза малец контролирует здешняя кошечка станислава вы так иди смотри за всеми чтобы локти держали бы комфортно все делали ух уж эти дамы накачиваем прям волнуют знаешь лег нет я нет я к тому что комментарии пишут по поводу средней дельтавиды что как можно в жизни типа качать среднюю дельтавиду я посмотрю себя в зеркало да она настолько налито и сейчас просто как когда да я об этом и говорю и просто ну как вот вот так вот берете и качаете жимы среднего дельтавиду но здесь надо опять же пойми что представляешь насколько это посторонний взгляд сейчас нужен согласие я тебе так что вы по-разному делаете от если он обрати даже хват у вас разу я сначала хотел тебя сказать давай хват пошире а потом по него нет ты не сможет лёха может больше у него хват вообще видел пошире до относительно не намного же что то есть вы практически два физиология разная и ехать тактильно не надо еще менять все нормально ему комфортно совсем ломать нельзя его нужно только дополнять дни все неправильно вы по-другому нет мы наоборот а заманиваю его за счет ощущений только себя за счет ощущений то что я говорю так делаю все нет ты должен четко понимать что ты делаешь и тогда ты кайфуешь тогда сейчас обратилась cns вообще у тебя не поддается напряжению а ты кайф уж а то что налитые плечи плечи вообще все а сам ты должен отсюда уйти отдохнувший но были с кайфом наполненных плечей здорово очень хорошо так ромчик теперь разгоняемся вес большой разгоняемся теперь закачиваем вес не имеет значения мужик до локоточки но давай чемпионища давай мужик вниз не бросай вниз придерживай вниз так же вот здорово придерживай еще еще четыре раз два три еще раз огонь огонь мне вот легка когда скидывает ролик я сначала смотрю а потом мы его заливаем я весь ролик смотрю его с таким лицом каждом подходе а потом смотрю на александра он там контролирует сзади спину и такой тоже это же как будто подход проходит до лета я вспотел большевые даже когда ролики а сейчас посмотрим подожди у него пошло он держит я его начал сгонять не ребят прям вот видно когда работа происходит вы это чувствуете даже через ваши телевизоры мониторы смартфоны вот и ну спасибо вам что смотрите ролики это прям очень ценно вот ну и александру огромное спасибо за его знания которые вам посредством передачи интернета youtube платформу передает и для вас тоже вверх не будем дожимать вот так они же можно пускать вот вот так ты молодче без рывка снизу я помогу если что вот чуть быстрее начинаем давай давай мужик лёха красава без рывка без рывка без не имеет значения помогу плавность также прожимать плечи локти помнишь назад идут когда вердаешь да мужик еще давай 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 сам делать смотри сам еще выше до конца до конца вверх еще два марин я в теории больше перестаю с людьми что-то спорить обсуждать бесполезно потому что ты всегда понимаешь нельзя ему дать совет пока не видя происходящее когда я вижу происходящее у меня сразу появляется интуитивное мышление как мы можем улучшить тактильно я смотрю да почему тебе говорю там рывковые все мы не обратим внимание что я сделал я просто у вас отрывки убрал ваших которые вы привыкли подрывать последствия просто да а это значит что дополнительно у тебя например постоянно находится в напряжении но я тебе не сразу дал я тебе не сразу это дал я тебя уже тогда когда я понимаю что ты размятой я тебя страхую я тебе нет я первый раз и по как будет опускаться этим не дал первый раз но ты за счет даже не понял где эти сколько помогают я значит а я так сильно понимаю что она постоянно в напряжении все а вверху понимаю что ход немножко будто рукой на трицепс уходит его нафиг я тебя ограничиваю то же самое у ромки и постоянно находишься в том диапазоне когда ну по ощущениям должен быть максимальный приход поэтому накачка такая где-то надо где-то уже да когда читинг мы используем чуть ли тоже имеет место быть мы только в том случае когда мышца постоянно под напряжением а потом она под напряжением и просто не пытаемся еще еще чуть-чуть жадностью дополнить лично а мне кажется так поинтереснее да у меня в первом отлично молодец здорово разгоняемся ромочка давай 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 мужик локти сильно вперед не уводи нет строго вниз вот еще да 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 блин еще еще давай 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 три раз хватит здесь за ебезда то же самое лег на концентрация чуть-чуть ниже еще отлично отлично а чемпионича вот твоя история молодец чуть выше чуть выше да 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 вот чуть выше огонь попали вниз не бросает несмедленно придерживай вниз вот не бросай вниз еще два раза хорош вот такая вот петрушка ты же говорил чтобы я плечик легко бля я так снизу изгуру буду подруливать край тем такси поедем на массу машину заберешь хорошо не дайте прям вообще огонь так давай давай здесь 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 уже без шуток попробуем найти положение вес должен быть приемлемый еще раз без штанги покажи как бы ты делал да 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 а теперь смотри теперь давай еще хитрить чтобы все-таки нам уже на заднюю надо больше да да чуть-чуть это много вот могут сюда впереди вот вот но и дать им это выше вот это очень но да в этом-то и проблемам ли я не то чтобы и сейчас будем сейчас поехали поуже это много еще чуть что-то попробуем так там видно будет выше о вверх на локте чуть назад на меня ближе штанга кто лучше вот так oax выше 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 закидывает закидывай закидывай дате 2 на тебя вниз больше вниз больше вот-вот давай-давай вот здорово еще и еще раз молодец черт да вот она между средней и сзади нормально да то есть суставы нормально что вообще все и трапеции когда тебе придерживаться чтобы не закидывал ты типа его ощущаешь да что я не надо работать по крайней мере про нее помнишь а я тебе это что руки положил чтобы она не работала до не подтаскивал я вот про эти говорю что сам бы я все чуть-чуть так или иначе работа тут можно это по за трещину получить до постарайся не затягивай просто на руке если ты сильно будешь вот она она включить попробовать на пальцах немножко до вес небольшой веса будет не будем и смотрим как получается терпимо все не больше ничего не но грудь только вперед а если можешь лукаточки чуть-чуть на меня назад в отвести будет вообще бы отлично локти локти надо выше вот все вверх вот так он вперед о-о-о-о локти выше вот здорово огонь лёха чуть пониже чуть пониже выпрямляй руки чуть пониже опускай ну еще еще два раза молодец есть терпимо я просто не стал перехватывать все вот хорошо опять же угол до поймали все изрывка и амплитуду хорошая очень хорошим только старайся знаешь потом ты ты начинаешь больше дотягивать руками у нас не степень подъема штанги у нас степень подъема локтя вверх да если ты начинаешь вот так перевалить но нам это не нужно и здесь ты кстати причем лучевую можешь начинать уже чувствовать как только у тебя локоть начинается добивешься как будто за ниточки подвиж подтаскивает вверх пусть и локтями и ведешь все выше можешь о-о-о-о ближе к туловичу 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 вот сюда ближе еще руки не выпрямляй выше 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 еще выше еще раз тут либо ближе либо выше я просто не тяжело сзади себе стоять ближе к туловичу штанга ближе к туловичу прямо по животу снова 4 наклонить вот так вот так вот так вот так еще еще два раза вот теперь все сейчас лучше было повыше надо ромку повыше кушку лучше кушку может ближе стану к себе давай вместе смотри вверх-вверх вот сюда вот так вот так вот не больно нет бота и еще раз хорошо это уже пиздец да тут посредством просто мы не могу защищать завесы да а не тащить сейчас попробуем до помахать закончена хорошо 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 внизу не расслабляй вот здорово чтобы супер штангу ближе к себе на расстоянии держи вот вот не отклоняешь там вот тебя еще 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 давай чемпион еще обратно ближе ближе к себе штангу груди касаться груди касается выше локти и еще раз хорош что гантели что откуда мы махаем сейчас я вообще не могу сказать но обычно вообще не ручаясь но обычно мы бываете тяжелые делаем и по тридцатке сейчас 8 можно один давай 1111 и со сбросов 7 попробуем 117 вот попробуй вот сейчас уже такой знаешь если уже отрубится значит уже все по факту мы на финишной прямой с точки зрения я не знаю ты по ощущениям только не скажи громко наши где-то не мое тело я вижу визуально нет руки к себе вот отсюда вот так вот так ниже 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 без замаха вверх меняй меняй терки без какого нахуй замаха блин выше прими руки прими руки это я уверен было так чтобы потроллить блять держи они не держатся пацаны они не держатся вот бедер бедером с одного внизу не расслаблять выше без рывка без рывка без рывка без рывка без рывка без рукой мужик без рывков без рывков плавнее плавнее пятерки бери бери пятерки больше амплитуды ход как бы за спины вот так вот так еще 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 руки выше 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 и вверху держи подняла держи держать 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 и еще раз раз еще хорошие здорово вниз держи придержи я вверх поднимаю вниз ты держишь и держи выше будем делать вот резинцы вверх и еще раз блины блины бери вперед вот зеркало должен видеть заднюю дельту еще вперед уклонись руки поднимать смотри может хватит хорошо я могу но я имею ввиду начну начну она уже все она уже даже не поднимаюсь она должен так сделать чтобы увидеть вот эту часть зеркала еще наклонись выше вперед вот так вот так не бросай не бросать поднимай поднимай от бедер почему впереди вот так вот так вот так бери блины вот сюда свешивай во руки выше выше поднимай с вами себя в зеркало мальчик важно вовремя остановиться еще да и я думаю что это уже не может быть хорошего да вот когда вообще очень хорошо самое хорошее втроем уже долго долго да а вдвоем вот чуть-чуть так перейдем своими с лишками и дальше полетенцами и кинулся там мнением дачу где-то дать комментарий как помогать и дальше это самое самое как момент побольше чуть-чуть отдохнуть и поговорить и понимаешь чем понимаешь чем дело что тебе еще нужно научиться грамотно дышать для того чтобы успеть восстановиться пока другой делает и более тебе нужно еще быть по поводу него то есть это еще системно вырабатывает как тебе дышать что вот это одышку то есть ты научишься правильно дышать потому что сделал например да и все ты начинаешь ему помогать в это время еще сам должен отдохнуть сопереживая за него да а он по поводу тебя то здесь такой обмен энергии получается друг другу дополняя то есть на эмоции поэтому тренировка сомы сомы тренировались часик интенсивно понимаешь и ты в корпусе ты про пытай в работе чуть-чуть измусоливать я и запас ликогенов который ты сама пошли отдыхать все восстанавливать пойдем питать а размусоливая здесь на три часа ходить пожалуйста 5 6 подходов делать ну я где я последнее время по два рабочих делала вот как сейчас прямо там два рабочих там 3 4 наверное там по ощущениям но даже вопрос отдачи в каждом подходит они если ты делаешь с максимальной отдачи подход то не надо их пять групп еще момент обратив внимание что я сделал сейчас каждый с кем я не занимаюсь я стараюсь его перевести в целевую группу мышц все просто еще вот на камеру целевая группа мышц это та которая мы тренируем вот сейчас здесь есть это плечо потом детально сюда потом хотел бы еще сюда потом сюда и пристреливаюсь и вот самое главное что сто процентов ресурса на этот подход который у тебя выделен организм он должен по максимуму сюда зайти обычно у нас как получается куда долетает только 40 процентов потому что остальное берет все вспомогательные группа мышцы особенно в жиме лежа жиме лежа это вообще всегда если человек был пауэрлифтером перестроить его на качковский жим очень сложно потому что не задача была всегда поднимать а поднимать надо всем телом сгруппировавшись все что у тебя есть пустые поднимаешь икроножная сама вообще это потому что она это знаешь организм так уже средний дельта я никогда столько не понимал помогите помогите вот такой клика помощь это нормально что касается жима лежа это вообще мне кажется тема отдельного выпуска потому что столько было комментариев по поводу жима лежа когда вас бажанова тогда я поработала после ролика в таком темпе амплитуде в такой из никита как раз делали мне прям не прошло и вообще по-другому чем вес был 60 и мы прям на ощущение братья понимаешь я я не хочу рома здесь наш не вообще в полемику больше я не хочу энергию затратить абсолютно что люди порой бывают начинают говорить о чем надо вы просто попробуйте это же на момент но понятно что грудная мышца напрягается вот она когда-то плечом ты не можешь ее здесь и напречь как ты можешь жать на сведенных лопатках напречь грудь ну как это даже некоторых были аргумент вы посмотрите жимовиков у них у всех большие грудные вот такой комментарий хорошо я хочу сказать что ну допустим есть у меня у папы было дядя ваня он показывал мне фотографии он никогда в зале не был он только косил блин у нее такая фактура была пипец понимаешь культуре знаешь а он когда косит понимаешь никогда пресс не качал не такие косые были накачал косой пойми что в данной ситуации это не означает я же не говорю о том что да по-другому нельзя раскачаться да но если ты начинаешь заниматься строительством тела и работать над своими достатками то точечный подход должен быть кому это будет билзик конечно то есть у меня что у меня грудь это вообще проблема но я умудрялся же ее бизнес сбоку же у меня хорошо смотрятся она у меня порвана я же как-то это преобразовываю ведь что самое интересное самое проблемное заканчиваю тренироваться у меня грудь и плечи слетать в первую очередь задняя дельта грудь первую очередь ноги остаются руки остаются спина более-менее остается все груди и плеч нету потом опять мне приходится это наращивать у каждого человека есть слабые места и ты должен да ты должен знать орудие чтобы туда точечно бить стрелять и постоянно это восстанавливать то есть каким образом тренировка например и каждый раз поиск более того если ты там пять лет назад так тренироваться заходят не же сейчас так сработали у нас цикл жизненно меняется то есть организм растет и как по питанию приоритеты меняются по тренировочному процессу даже взгляды на жизнь тоже меняются поэтому ты каждый раз должен идти в поиске поиск поиск вот сегодня опять же видишь плечи ну все по-разному ждет у тебя больше например у тебя подвижность больше чем у ромки да поэтому в твоем случае чуть по-другому у него вот понимаешь чем дело то есть в твоем случае у тебя больше возможности с точки зрения амплитуды мы точно по-другому бьем дошлом а у него нужно бить конкретно то есть зажимать его что вспомогательные не били мне больше работы ему сложнее чем тебе у него контроля такой нет как у тебя носители того как ты чем-то раньше занимался у меня это чуйка пришла до внутри что за что-то автоспорта я не знаю как и то есть когда я до меня дошло как точку торможения нахожу на 200 что в поворот войти с максимальной скоростью я понял что я не думаю я сейчас с вами тренируюсь я не пытаюсь думать показаться там лучше на камеру я по поводу тебя что у тебя как а давай так попробуем громки делали делали я потом думал подожди кого все равно 30 нажимать я мог последний раз давать что-то пошире сделал поиск а он должен себя записать мы каждый день должны становиться лучше вчера каждый день каждый день каждый день процесс процесс да и причем понимаешь ты же еще включаешь нет не трицепсом да не рукой а сначала дожжал и потом можешь только чуть-чуть дожать но не до конца чтоб 30 не включился потому что также это нагрузка перейдет в трицепс вообще другая работа как сегодня с печали обрати внимание как диапазон громко чуть повыше а в твоем диапазоне что-то дни же можно сказать мы вообще здесь поработали и сразу же процесс другой этажа такая вообще как сколько бы вы не тренировались сколько бы какого опыта у вас не было общение с такими тренерами как александр ну и вообще с другими тренерами которых очень большой стаж и практически стаж работы со спортсменами это всегда что-то новое ощущение что-то каждого можно найти какую-то изюминку и когда вы приходите попробуйте то есть нельзя сейчас начинать спорить в оппозицию вставать а вот там написано для написано может быть много что угодно вы попробуйте применить прочувствовать хотя бы немножко и потом нужно берете не нужны вы не то сливаете все а у нас комментаторы строго в оппозиции блять потому что в учебнике так не написано вы все травмируйтесь так далее я практически под каждым комментарий вам нужно просто попробовать нет нет ни ваши не берите ну тут же не то что мы вот так делаете дебилы блять и только так будет раньше и еще маленький еще моментик обратил внимание до сегодня травма есть лучевой там могут быть плечам но где-то как только начинается какие-то моменты которые связаны с дискомфортом и сразу уходим от этого мы сразу преобразованы свое движение чтобы не травмировать мы наоборот по поводу этого но я каждый раз просто суставы нормально локти нормально нормально все нормально продолжаем делать завивай только плечи как мы можем травмироваться если мы в процессе того что нам все позволяет физиология позволяет работать по поводу мышцы как это возможно мы можем травмировать только в том случае когда психологически мы будем загружены другими сторонними проблемами наш мозг будет находиться не в тренировке где-то там будет образованы триггеры которые нас будут постоянно сковывать и только в этом случае можем травмировать других вариантов но к сожалению не бывает или еще бывает после фармакологии да когда как я грудь свою порвала давно грубо говоря когда фармакологии уже компенсация идет и тогда в принципе силы много связки не готова вот это тоже приводит к разрыву травму а все остальное по большому счету ты всегда под контрольным держишь сегодня мы ничего не делали бесконтрольно мы всегда начинаем с маленькой скорости к под которой ты успеваешь проанализирует что происходит мысли пошло все хоп закончил хоп закончил и всегда в процессе вот это вот вот то что сейчас александр сказал себе нужно будет вот прям в экране красной рамочкой пип-пип-пип эта фраза пустить чтобы они вот это внимание свое сфокусировали мне кажется они никогда не досматривают видео до конца они увидели какой-то этот и все и быстрее пишут комментарии не слушают ничего нельзя нельзя же нельзя делать александр в очередной раз в очередной раз спасибо вам огромное не очень мы вот такими тренировки нравится когда согласен не пропаде здесь а грамма тренировался да ну надо иногда согласен тогда лучше подкасты да лучше подкаст ребят всем да кстати можно на ноги вообще не просто ты все знаешь ну мы же стром уже делали да все опять же на грани все чтобы не через боль она на ощущение если что-то нет давай по-другому попробуем любое упражнение которое может быть зале мы попробуем его развернуть подкорректировать и сделать